Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и я отвечаю на ваши вопросы. Иногда к нам приходят такие странные вопросы, что я даже не знаю, как на них ответить. Ну вот, например, Юрий прислал нам вопрос, расскажите, как плавают жирафы. Ну, как-то поначалу я просто пожала плечами, но потом этот вопрос никак не выходил у меня из головы, и я решила посмотреть, а действительно жираф плавает или нет. У меня в голове такая сложилась прекрасная картина, что какой-то невероятно добрый человек построил для жирафов очень глубокий бассейн животное высокое, да, обычный бассейн ему не подходит. И жирафы с огромным наслаждением ныряют в этот бассейн, плещутся в нем, совершают кульбиты, прыгают. И вот эта картинка очень долго не выходила у меня из головы, и я решила таки поинтересоваться, а действительно известно ли что-нибудь науке о плавании жирафов? Ну, и вот что мне удалось найти. Ну, во-первых, никто никогда в природе не наблюдал плавающего жирафа. И это, в общем-то, понятно, потому что, давайте вспомним с вами, что жирафы живут в африканской саванне, да, это место довольно сухим климатом. Ну, а при росте достигающем 6 метров найти подходящий водоем, чтобы в нем поплавать, наверное, проблематично. Ну, и еще, собственно говоря, а зачем жирафам плавать? Зачем? Они не питаются рыбой. Ну, да, конечно, вы скажете, плавают слоны, вот, и делают это с большим удовольствием, но слоны, при том, что они, может быть, крупнее и тяжелее, они все-таки не такие высокие. Вот. И мне попалась, кстати говоря, очень интересная информация о том, как в Южноафриканской республике, в одном из национальных парков сотрудники парка вдруг вечером, обходя территорию парка, увидели такую очень своеобразную картину. Они увидели, уже, представляете, смеркается вечер, они подходят к реке и вдруг видят, что из реки торчит шея и голова жирафа. Это выглядит просто как какое-то лохнесское чудовище. Как жираф попал в воду, что он там делал, доподлинно неизвестно, но они предположили, что, скорее всего, жираф пришел на водопой и как-то потерял равновесие, поскользнулся на речном мыле и, соответственно, попал в воду. И самостоятельно выбраться оттуда не мог, потому что ноги его увязли, пришлось его оттуда спасать. Это была целая сложная спасательная операция. Но с другой стороны, вроде бы никто не наблюдал плавающего жирафа, но на самом деле всем лекопитающим умеют плавать. И даже таким лекопитающим, в которых трудно заподозрить хороших пловцов. Например, отлично плавают кроты или ежи. Прекрасно, например, плавает ленивец. Несмотря на то, что это вроде очень медлительное животное и вообще трудно себе представить плавающим, но оно прекрасно себе плавает. Отлично плавает, например, австралийская ехидна. Хотя тоже лапки коротенькие, тельце толстенькое. Как такое животное может плыть? Да, носик служит как раз для того, чтобы прекрасно дышать. Можно почти целиком погрузиться в воду, а нос выставить наружу, мустре. Даже те, кто вроде бы не могут являться хорошими плавцами, все равно плавают и делают это очень достаточно хорошо. Но вот плавают ли жирафы? Неизвестно. Но самое потрясающее, что мне удалось натолкнуться на настоящее научное исследование, которое были опубликованы в серьезном журнале. Это исследование двух англичан, Хендерсон и Энейша, которые тоже задались этим вопросом и решили все-таки выяснить. Да, никто не наблюдал, но гипотетически способен жираф плавать или нет. Эти ученые были гуманны. Они не стали строить бассейн и бросать туда жирафа. Они построили трехмерную математическую модель жирафа. Для этого они, конечно, использовали данные по анатомии жирафа, также по объему его легких. Это, в общем, достаточно известные все сведения. И, кроме того, было очень важно использовать такую особенность, как плотность тела жирафа, потому что у разных животных плотность тела может быть различна. Дело в том, что плотность тела жирафа, например, выше, чем плотность тела лошади. Хотя, в целом, телосложение этих животных в чем-то похоже, достаточно длинные ноги, длинная шея. Но, тем не менее, видимо, все-таки жираф не смог бы так же плавать, как это делает лошадь. В общем-то, лошади пловцы неплохие. У жирафа очень тяжелые ноги, плотная костная ткань, довольно толстые кости, поскольку приходится выдерживать большие нагрузки при таком высоком росте. И вот, собрав все данные, ученые построили математическую модель и пришли к выводу, что, в принципе, жираф плавать может. Но, во-первых, глубина водоема для того, чтобы жираф плавал, должна быть не меньше 2 метров 80 сантиметров. Только в этом случае жираф может приобрести плавучесть. При этом, если жираф погрузится в воду, то его передние, более длинные конечности, соответственно, более тяжелые, погрузятся сильнее в воду, чем задние. То есть он немножечко так перекосится вперед. И для того, чтобы плыть, жираф не может держать шею вертикально, он вынужден будет положить на воду шею. И при этом ему будет достаточно сложно поддерживать такое положение, чтобы ноздри находились над водой. То есть, в принципе, наверное, жираф способен плавать. Хорошим пловцом, безусловно, его не назовешь. Но гипотетически, если случится что-то такое и жирафу представится возможность плыть, маловероятно, что все-таки он утонет. Ну что ж, друзья, видите, мы умудряемся найти ответы даже на самые фантастические вопросы. Так что, не стесняйтесь, если у вас есть какие-то вопросы, пусть даже самые невероятные, пишите нам в своих комментариях, мы постараемся на них ответить. Приходите к нам в музей, у нас очень интересные выставки, у нас много всего интересного и любопытного. Обо всем этом можно узнать на нашем сайте. И мы всегда рады вас видеть. Всем пока!